Переписал книгу «Откровение» Книга «Откровение» меня впечатлила как художника больше Я загорелся этими образами, живописными образами этих зверей, этих всадников Мне это очень сильно впечатлило, вдохновило Матфея и Иоанна я переписал полностью «Откровение» А также многие вещи из посланий, фрагментальных, и из притч, и из псалмов Я еще раз говорю, это в течение одного месяца И притом я потом смотрел, уже взрослым человеком смотрел на эти свои записи Они были сделаны неспешным почерком, они не были скорписью записаны Ну, как правило, редко очень скорпись Без сверхъестественного Духа Святого это невозможно вообще Чудес много в жизни происходит Когда мы любим Его, то ничего невозможно вообще Ладно, и что еще? Приходя в православные церкви Тогда же, это были все в 80-е годы, середина 80-х Поначалу я воспринимал православие как музей Вот честно говорю, он никак меня не ассоциировал с Богом, с кем я пережил встречу Я даже подозреваю, что если бы тогда я познакомился с кем-то из евангельских верующих, то я бы, наверное, присоединился к какой-то протестантской церкви, я так думаю Кстати, когда в 88-м я стал служить уже в храме на полное время Мама меня спрашивала, а почему ты пошел в храм православный, почему не пошел в мечеть или в синагогу, почему ты пошел в православие? А я говорю, мама, у нас не было ни синагоги, ни мечети, у нас все, что было с религией связано только лишь один храм, все, публично как бы не было никаких альтернатив у нас, где мы жили Мама, у нас не было ни синагоги, ни мечети Поэтому, ну не только поэтому, конечно Со временем мне понравилось пение православное Я вошел во вкус, во раскуши Ну, мне понравилось это И в 87-м я стал служить в храме Но вопросов все равно много было Я спрашивала священнику А я сам говорю, вот почему, допустим, надо молиться вот кому-то еще помимо Господа, ну не глупо ли это, ну не лишнее ли это вообще? Я спросил ему реформаторские вопросы Я спросил ему реформатические вопросы Я говорил, значит, по поводу молитвы за умерших, ну зачем вот, не все ли ясно, что надо молиться за живых людей, зачем это за упокой? По поводу целования икон там, мне тоже непонятно Но со временем я, значит, в это вошел А священник мне говорил, Сережа, ну ты что, самый умный, что ли? Ну, представь, ты уже, церковь в 2000 год существует, что мы все заблуждались, все отцы церкви, что ли, заблуждались, получается И священник сказал, что ты такой умный мозг? Ты думаешь, что ты должен спросить такие ступидные вопросы? Это история, мы делаем это много времени Почему ты думаешь, что ты должен спросить эти вопросы? Ну, я думал, ну, может, на самом деле, может, я что-то не так понял И священник стал мне давать свою литературу Стал давать отцов церкви, я стал читать их И как не странно именно, ну, теперь понятно, почему Я, придя в православие, стал постепенно отходить от Слова Божьего Александр правильно сказал такую вещь, и очень практическую вещь такую, что Многие священники, они действительно невозрожденные, не знают Бога Александр сказал правильно, что, впрочем, Это, конечно, проблема не только у нас в православии Это проблема, она вообще межконфессиональная Это проблема, которая окружает много священников Вот, и потому что я много знаю и католических священников, и протестантских священников Я понимаю, что многие из них, люди невозрожденные, спеши, не знают Бога Я понимаю, что многие из них, люди, которые не родились, они не знают Бога лично Без обиды просто Без обиды просто Я не хочу обидеть людей Вот Потому что, теоретически, можно быть спасенным Потому что, теоретически, можно быть спасенным Быть христианином Но, на самом деле, в православии мы становимся православными, в католицизме, в католиками, в протестантизме, протестантами Но христианами мы становимся только от Иисуса Христа Духовное возрождение только лишь от Бога происходит, не от кого больше Реформация по-человечески – дело невозможное вообще Реформация – это невозможно для человека Я верю, что это возможно с Богом С Богом все возможно Потому что Бог – всемогущий Бог И в 2003 году я получил откровение об этом Я расскажу эту историю в конце сейчас этой части И перейдем все-таки к теме И мы перейдем к теме Вот, но Скажу еще перед тем Что до 1996 года я служил священником традиционной православной церкви В 1996 году я вышел из Московской церкви И вышел по идейным соображениям Потому что разочаровался во многих доктринах и в практике, которые я осуществлял религиозно Я пережил возвращение к Божьему Слову Я испытывал, как превратившись в Государь Как вернуться в Государь Как вернуться в Государь Ревитализироваться в Государь О, спасибо, спасибо О, красивый слой Вот Библия вернулась в мою жизнь Библия вернулась в мою жизнь И я познакомился с одним протестантом Это был Пятидесятник Он сейчас пресвитером в городе Сураж, Брянской области Он пастор в городе Сураж В какой области? Брянской области Ритчин И мы с ним обменивались литературой, книгами И он мне дал прочитать проповеди одного проповедника протестантского Которые очень сильно меня потрясли Хороший слой И развернули меня назад к Библии Развернули меня назад к Богу К моей первой любви К Иисусу Христу Как основанию Написано, что никто не может положить другого основания Кроме положенного Которого Иисуса Христу Люди пытаются положить другие основания И я пытался положить другие основания И после прочтения той книги Я нашел свою Библию Нашел свою старую Библию Я открыл Библию Ту старую мою Которую читал И плакал над которой много раньше Я открыл эту старую Библию Которую читала На которой я много улыбалась Когда я был маленьким Я уже к тому времени не открыл Вообще не открывал И представляете Я слышал голос Тихий голос внутри Это как будто моя мысль Но это явно не моя мысль Я же не прав сам с тобой разговаривать Но тихо тихо внутри звучало Сережа посмотри Представляете Я знал что это Бог Потому что Только Он так меня называл Он только только Он только Он только Он меня называл Таким образом В середине Я называл его Папой Папочкой А он меня называл Сережей И он меня называл Сережей И потом Столько лет У нас не было вот такого Разговора Я привык эти годы Последние молиться По написанным словам Уже По молитвенникам Потому что Я была привыкла Преодом 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 В 1987 г. Священник мне сказал Что не надо Бог обращаться К папочка Только лишь Отче наш Ижистина И прочее Формально Официально С 1987 г. Екатерина Преедула Как я не предупреждал Я не предупреждал И он меня снова назвал Сережей, и он сказал, посмотри, а я не мог ничего видеть, от волнения, и потом голос продолжал, тихо, внутри, где-то извне, где-то вот здесь, почему тебе было все хуже и хуже, он говорил, ты старался больше и больше, а было все хуже и хуже, и опять тишина, я не могу ничего не прочесть и не сказать, и потом тихо, голос вновь продолжает, потому что слово мое, оно ушло из твоей жизни, и все, вот откуда он пришел, куда он ушел, и я понял, интуитивно понял, что это как в разговоре, что он ждет сейчас, что я скажу, Ну, он сам спровоцировал, назвал мне Сережей, я поэтому с тобой назвал его папочкой. Я забыл, что все эти годы я так не называл его и как бы держался, не молился своими словами никогда, а только лишь по написанному. Я попросил прощения. И, среди прочего, сказал следующее. Безопаснее для меня доверять твоему слову. Я сказал, слишком много разных учений в моей церкви и вообще в православии. Противоречия много, очень много противоречий. Даже в самой теологии, в теории, но и между теорией и практикой еще больше. И я сказал, безопаснее для меня доверять твоему слову. И я помню даже сам Ливусу, как я сказал, красиво, мне так понравилось. Знаете, что я ощутил? Как будто во мне какой-то переключатель переключили. Через несколько месяцев я вышел из традиционной православной церкви. Потому что за несколько месяцев произошла такая реформация, трансформация моя полная. Потому что, просто через несколько месяцев, у меня была такая большая трансфигурация и трансформация в моем мозге. Я уже не была самая человеком. Я вновь засчитывался Библией. Я молился только лишь Богу уже. Я не имел никакого желания уже молиться кому-то еще на стороне. Вся система многобожия, она румпула у меня в разуме. Как шелуха, а шелушилась просто вообще. Малтигадушка, это хорошее слово, интересное слово. Тихо сейчас придумала. Да? Молодец. Я не слышал такого. Я английский слушаю так, но я не знаю, но слушаю. Молодец, хорошо импровизирую. Хорошо импровизирую. А что, Мартин Лютер тоже переводил Библию? А где не было слов по-немецкому? Он взял, а придумаю. И до сих пор этим пользуется. В Германии спасибо, говорю Лютеру. Если не было такого слова, если не существует, Мартин Лютер тоже не существует. И он просто приводил его к вокабулу. И теперь Германия еще благодарна Мартин Лютеру. Алина, оформление вашей не учет? Алина, это тоже Лютер. Так, шутка. Ну, вообще, знаете... Целовать иконы, почитать мощи. Я верну вас совсем. На уроке я расскажу об этом, как это все пришло в христианство. Православие чрезвычайно демонизировано. Очень много оккультных традиций. Это христианство. Это христианство, да. Но это очень проблемная ветвь христианства. Но это очень проблемная ветвь христианства. Я думаю, что даже это самая проблемная ветвь христианства. Поэтому вам не позавидуешь тут, друзья. Кто будет проповедовать в православной группе? Потому что вам придется, знаете ли, очень тупо порой. Потому что христианство вроде как бы, но на самом деле христианства почти нету. Очень мало, ничтожно мало. Даже проще порой в чем-то миссионерам в католической культуре проповедовать. Но об этом похоже. Но я верю в информацию. И как произошло мое такое, скажу, откровение пришло ко мне? К тому времени, это было в 2003 году. К тому времени я уже служил как реформатор, трудился. Здесь, в Украине. И с 1996 года я трудился как реформатор имена. Но откровение, именно Рэму, как Рэму, понимаете, я получил имена в 2003. И это произошло через одно происшествие. Мы ехали в Россию с женой и детьми. Я был за рулем автомобиля. И я попал в ДТП. Я спил подростка. Этот старшеклассник ехал на мотоцикле кататься. Из одного села в другое село ехал через трассу. Это было в Сумской области. И вот интересно, что удар был сильный. Для мальчика был смертельный удар. И моя семья была цела, я был цел. И когда я убедился, что семья цела, я выбежал от машины. Смотреть, что с мальчиком. Мотоцикл валялся в одной стороне, в другой стороне. И мальчик был без признаков жизни. И я впервые в жизни тогда молился за воскрешение умершего человека. Впервые в жизни. После 2003 года уже несколько случаев было воскрешение, когда я воскрешал мертвых. Но тогда был первый случай, первый раз. И к этому невозможно подготовиться. Надо быть готовым изначально. И это нельзя подгадать. Просто будьте готовы воскрешать мертвых. Важна внутренняя готовность. Больных исцелять, мертвых воскрешать. И не важно это днем, ночью, на дороге, вы участник этого происшествия или кто-то еще. За эти годы несколько случаев воскрешения мертвых произошли совершенно в разных условиях, в разных ситуациях, абсолютно разных ситуациях. Но в 2003 году это было на дороге, это было в ДТП и я был виновником этого ДТП. И Бог воскресил этого мальчика. И Бог воскресил этого мертвых. И Бог воскресил этого мертвых. И Бог воскресил этого мертвых. И Бог воскресил этого мертвых.